Три человека за две годины приема звернулись до наместника старшины Державного комитета судовых экспертов в Беларуси Сергея Евмененко, ка выращать свои проблемы. Так любовь в роли лечить, что специалисты и эксперты вынесли неправильный вердикт о причинах смерти мужа. Тому и пришла на этот прием, ка добиться, как и наличить правды. Привело, как вам выразиться правильно, неправомерные действия судебных экспертиз. У меня 29 марта убили мужа. Пришел преступник в дом. Короче, муж был незрачий. Он сидел постоянно в кресле, находился. У молодой женщины Светланы Тур иншая проблема. Она не может добиться праведения, яке подается квалификованной медицинской реабилитацийной экспертизе. А об обовязках деятельности Державного комитета судовых экспертиз значится и контроль над работой разных медицинских установ. Первоначально врач Брестской областной больницы Безак поставила ложный диагноз. По диаграмме там стояла третья и четвертая степень, положена группа. Она мне поставила преднамеренно вторую и третью. Вторая, третья. Сказала, я все равно ничего не добьюсь. Начали... Вот волокит это все. То документы они приложили, то еще начали гонять по инстанциям. Два раза в рейке была консультация просто. Признаков инвалидности не увидели. Состав Сергея Явмененко. Все это и иншие проблемные питания будут разлежены самым уважливым чином. И когда будут выявлены недарышности в работе супрацовников комитета судовых экспертиз и инших структур, они будут выпрямлены. Все, что связано непосредственно с деятельностью нашего комитета, оно решается достаточно просто. То есть, если действительно факты имеют место, мы инициируем проведение служебной проверки по этим фактам. Если есть какие-то замечания, нарекания, которые устраняются в таком порядке простом, то, естественно, они устраняются. И если есть виновные, они несут ответственность дисциплинарную. На переданной пятегодового юбилея утворения Державного комитета судовых экспертиз как особной структуры Сергей Євмененко подзялись с журналистами и дальнейшими перспективами развития этой правооховной структуры. Создаем трехуровневую систему исследования наркотиков в республике в крупных межрайотделах. На областном уровне центральном аппарате это реализовано и на сегодняшний день показывают неплохие результаты. То есть, в максимально короткие сроки мы удовлетворяем потребности следствия и МВД в исследовании наркотических средств. Мы стажировались по гемологической экспертизе исследованиями камней и драгоценных минералов. И сейчас идет закупка оборудования. Юрий Петлур, Александр Севицкий, Телерадиоакомпания, Брест.